Я думаю, это очень хорошая идея была, создать аудиторию Дмитрия Евгеньевича Сорокина. Человек совершенно удивительный, очень образованный, очень скромный и очень, я бы сказал так, необычный человек, потому что он имел собственное представление о жизни и не подстраивался под модные теории. Он очень был человечным человеком, если можно так сказать. Он был создан для жизни, он жизнерадостный. Очень большой вклад внес в развитие Института экономики после его объединения с Институтом экономики мировой соцсистемы. И последние годы он назывался Институт международных экономических и политических исследований. Это было непростое дело, потому что у всех разные традиции, разные представления. Он умел разговаривать с людьми, это очень важно. Он умел понимать их, и они, естественно, платили ему той же монетой. Это большая потеря для всех, для нас была, конечно, и остается. И я очень рад, еще раз хочу подчеркнуть, что руководство Института, руководство университета реализовало такую идею, аудитория имени Сорокина. Это очень важно, он заслуживает это. К сожалению, покинул нас очень рано. Я, когда писал никого для нашего университета, вспомнил слова Высоцкого, он вчера не вернулся из гоя. Когда был всегда рядом, не было заметно, а когда не стало, стало заметно, что не хватает умного, тактичного человека, который вносил в нашу жизнь и радость, и научную новизну. Это был человек, говорят, оркестр в данном случае всегда готовый прийти на помощь, поддержку человек. Он всегда находил нормальные слова и с руководителем университета, и со студентами, и с кем угодно. У нас такая предметная аудитория имени Дмитрия Ильича Сорокина. Лучший способ почтить память ученого и педагога – это, с одной стороны, разлить его идеи и ответить на те проблемы, которые он ставил, чем мы занимались первую половину дня и займемся попозже, и организовать учебный процесс, а не прерывать его, а вот этому посвящена его данная аудитория. Я надеюсь, здесь будут у нас учиться только на отлично. Заранее прошу преподавателей департамента, ну все, нет, здесь наоборот, требования должны быть повышены планка для тех студентов, которые занимаются в данной аудитории. Это всегда здорово, когда приходит студент, и он видит перед собой вот эти вот портреты. Он приобщается к истории не только университета, не только департамента истории страны. Это всего тот компонент мировоззрения, воспитательный, который действует не навязчиво, не словами, а самой атмосферой проведения занятий. А моя просьба к преподавателям – попал в эту аудиторию, вот с планочкой ты должен соответствовать. Уважаемые коллеги, друзья, я, наверное, хотел бы сказать не столько, как какое-то приветственное слово, а слова благодарности, потому что уже практически полгода там с нами нет интригенча, он для кого-то друг, для кого-то коллега. Для меня, кроме всего, получил еще в первую очередь отец, ну да, что-то, кстати говоря. Ну а люди живы, как известно, пока живет у них память. Я очень благодарен и финансовый университет, и свой родной Армаматок, и Харкман Шестендару, и Времени Анина Лебедовской, то, что наши университеты – это традиции учтут, это как такой некий постулат, не только по отношению к Эдгеновичу, а в принципе по всем нашим поляринам, которые ушли безвременно. И, безусловно, такие традиции должны продолжаться, и за счет этого я уверен, что нужно все будет развиваться. И хочу сказать спасибо большое за сегодняшнюю организацию. Спасибо. Просто цитату зачитать. Вот я недавно ее, несколько дней назад, почему-то что-то листала где-то. Вот думаю, наверное, надо вот как-то найти покой, потому что очень тяжело. Гёте, при мысли о смерти я совершенно спокойна, потому что твердо убежден, что наш дух есть существо, природа которого остается неразрушимой, и который будет действовать непрерывно и вечно. Дима будет вечно. Спасибо. 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 Спасибо.